Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это развитие мелкомоторики и зрительно-моторной координации у детей при подготовке к школе. Сегодня мы поговорим с вами о мелкомоторике, об уровне развития на разных возрастных этапах и то, как развивать нашу мелкую моторику. Татьяна Викторовна сказала, что презентация будет доступна для скачивания, плюс у вас там будет еще такой небольшой приятный бонус. Надеюсь, он будет вам интересен и полезен. Это буклет, который вы можете раздавать родителям, в котором есть пальчиковая гимнастика для детей для развития мелкой моторики. Чтобы было такое небольшое понимание, что же такое мелкая моторика... Прошу прощения. Почему-то очень сильно убежала. Все. И тема нашего сегодняшнего вебинара, как я уже сказала, развития мелкой моторики. Давайте поговорим и обсудим, что же такое мелкая моторика. И мы все с вами понимаем, что развитие мелкой моторики – это показатели готовности ребенка к школьному обучению. Если у ребенка развита очень хорошо мелкой моторика, но при этом ребенок не умеет писать и читать, то, соответственно, на хорошо развитую моторику, на наш фундамент, на нашу базу уже сформировать навыки письма и навыки чтения будет намного проще и легче. Если даже ребенок пишет и читает, но при этом у него плохо развита мелкая моторика, у ребенка могут возникать, опять же, сложности с обучением. Поэтому хотелось бы донести до вас тот факт, что мелкая моторика – это именно база, именно фундамент. И уже доказано, что более развитая мелкая моторика проявляется умением логично рассуждать. И у ребенка хорошо на этот фундамент, на эту базу развивается память, внимание, а также и речь. А также это будет отражаться, как я уже сказала, в навыках письма. А мы все с вами понимаем, что именно письмо является очень сложным навыком координации движения рук. Зрелая кора головного мозга является овладением навыков письма. И если недостаточное развитие мелкой моторики у нас, у детей различного возраста, оно может привести к неуспеваемости, соответственно, и к плохому отношению к учебе и школе в общем. Также может возникнуть дискомфорт при посещении школы, потому что у ребенка что-то не получается. И, соответственно, он начинает негативно относиться к тем или иным занятиям. Развитие мелкой моторики рук является, как я уже сказала, показателем физического и психического развития ребенка. Ведь именно мелкие мышцы рук обеспечивают работу мыслей и функцию речи. В настоящее время, к сожалению, увеличивается число детей с нарушениями речевого развития. И мы все с вами видим, что сейчас дети неловко начинают пользоваться ложками, ручками, карандашами. Очень часто не умеют завязывать шнурки, застегивать какие-то пуговицы, собирать мелкие игрушки. И многие родители не стараются научить завязывать шнурки. Они просто покупают обувь на липучках. Допустим, одеваться, чтобы ребенок не застегивал пуговицы. Они, опять же, используют те же самые липучки, либо замки. И таким образом они не делают ребенку жизнь проще. Делают себе жизнь проще. Естественно, ребенок делает это сам и быстрее. Но при этом они не развивают мелкую моторику, которая очень важна именно для общего развития. И зачастую дети с такими проблемами не успевают за своими верстниками. У них начинает снижаться самооценка. Соответственно, начинает снижаться мотивация к учебе. И эти дети могут плохо учиться и негативно относиться именно к учебе. Что же такое мелкая моторика? Почему она важна? Именно термин мелкая моторика – это координированное действие нервной, мышечной и костной систем. В сочетании со зрительной системой выполнение мелких и точных движений кистями и пальцами рук. Смотрите, что у нас сюда входит. Нервная, мышечная, костная и зрительная система. То есть ребенок должен объединить сразу четыре системы, между собой связать и пользоваться всеми четырьмя. То есть если какая-то система начинает западать, если какая-то система начинает не совсем правильно вести себя, то после этого ребенку уже очень трудно работать пальцами рук. И известно, что в головном мозге есть центры, отвечающие за речь и движение рук. Они расположены очень близко друг к другу. Стимулируя тонкую моторику, нашу мелкую моторику, при этом активизируется соответствующий отдел мозга. А также активизируются зоны, которые отвечают за речь. Мы все с вами знаем, что логопеды на своих занятиях активно используют упражнения для развития мелкой моторики рук. То есть мы все с вами понимаем, что мелкая моторика и речь, они взаимосвязаны. Отсюда следует, если мы тренируем мелкие движения кистей, то развитие речи может заметно ускориться. Чем больше ребенок хочет что-либо делать своими руками, тем он умнее и изобретательнее. Но первое, почему он умнее и изобретательнее, он умнее за счет того, что он это делает при помощи метода проб и ошибок, он все проверяет, так сказать, естественным своим путем. И на основе уже этих каких-то опытов, экспериментов он начинает делать выводы и двигается дальше. За счет этого нужно позволять ребенку делать что-то самостоятельно. Как уже сказано выше, письмо является тоже главной частью жизни, речь и письмо. С его помощью строится все дальнейшее обучение. Это значит, что развивая мелкую моторику рук, ребенок не будет отставать в школе. Как я уже сказала, что мелкая моторика рук – это та база, тот фундамент, на который мы с вами можем построить дальнейшее обучение. Многие ученые говорят о том, что двигательно-кинестетический анализатор, то есть движение и наш глаз в развитии речи и мышления имеют очень большое значение. А также Павлов считал, что речь – это мышечные ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного мозга. Многие ученые, в том числе и современные, считают, что все способности детей находятся на кончиках их пальцев, что немаловажно. Какие же есть проблемы в развитии мелкой моторики? Проблемы в развитии мелкой моторики изучаются довольно-таки давно. Многие ученые показывают в своих исследованиях, как я уже сказала, роль двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи. На это тоже необходимо обращать внимание. Если мы с вами будем рассматривать новорожденного ребенка, то всем известно, что он имеет набор автоматизмов. Это акт сосания и регуляция мышечного тонуса. Зрительное и слуховое восприятие – это практически не… Они у него не развиты, да? Ни зрение, ни слух. Ребенок у нас рождается с набором рефлексов. И уже на эти рефлексы мы с вами дальше накладываем определенные навыки. И зрительное и слуховое восприятие, оно наступает постепенно, развивается постепенно. Например, когда ребенок начинает видеть, он начинает самостоятельно искать предметы, он начинает самостоятельно их разглядывать. В этот период жизнезрения является главным способом изучать окружающий мир. Когда ребенок начинает смотреть, что вокруг него, он начинает как бы познавать мир. Развиваясь, ребенок получает возможность брать предметы, перекладывать, и это становится на тот момент главной деятельностью, наша предметно-манипулятивная деятельность. Но какие же возрастные особенности развития мелкой моторики рук детей существуют? На каких этапах, что ребенок желательно, ну как бы слово должен, но как обычно отвечает, ребенок никому ничего не должен, но это такие как бы общепринятые нормы, средние по развитию мелкой моторики. Развитие происходит постепенно, как я уже говорила, последовательно, начиная от периода новорожденности. Мы остановились на том, что ребенок начинает брать и уже удерживать предмет, перекладывать предмет с одной руки в другую, например, игрушку, начинает узнавать предметы на расстоянии, при захвате предмета участвует большой палец и конечные фаланги других, то есть такой вот у нас щепоточный захват, вот таким вот образом, то есть большой палец и другие пальцы. В игре ребенок начинает исследовать предметы различными путями. В возрасте от полутора до трех лет у ребенка формируется зрительное восприятие предметов, а также проявляется преобладающая рука, которая со временем может меняться. Многие родители очень сильно пугаются, когда ребенок начинает делать что-то левой рукой. Но хотелось бы сказать, что левша – это не приговор, это, во-первых, да, переучивать ребенка тоже, ну, как бы не стоит. И еще такой момент, когда там в два года говорят, он все делает у меня левой рукой. К трем годам он может опять начать делать правой рукой, но еще раз повторюсь, что левша – это не приговор. Люди, которые пользуются, у которых ведущая левая рука, живут прекрасно и все хорошо. Если говорим о возрасте уже трех-четырех лет, ребенок обводит по контурам, хорошо берет мяч. В возрасте четырех-пяти лет ребенок уже закрашивает простые формы, копирует печатные буквы, рисует различные круги, квадраты, диагонали и так далее. Например, он может уже из фигур нарисовать человечка, да. В пять-шесть лет уже ребенок аккуратно может раскрашивать картинки, писать буквы и числа. Развитие мелкой моторики рук может иметь свои возрастные особенности, да. В возрасте год-два, немножко вернемся назад, ребенок может держать два предмета в одной руке, чертить карандашом различные каракулы, переворачивать страницы. В возрасте двух-трех лет может открывать различные ящики, доставать из них содержимое, да. Наверное, те, у кого есть дети, знают вот этот возраст двух-трех лет. Это все наши шкафы на скотче, либо на определенных таких детских замках, да. Убрано из ящиков все, что может быть рассыпано, все, что может быть разлито, убрано все, что может быть испорчено, потому что дети в этом возрасте, они открывают ящики, высыпают, выливают все содержимое и играют этим. Также детям интересны в этом возрасте игры с песком, нанизывание бус, лепка таких каких-то незатейливых фигурок или просто лепка глины, да, перебирание глины. А в 3-4 года уже могут держать карандаш и ручку пальцами, строить различные постройки из кубиков и многое другое, да, какие-то там крепости и так далее. В 4-5 лет рисует карандашом, определяет предметы в мешке на ощупь, лепит из пластилина уже более такие точные фигурки. Может слепить человечка, например, там сделать ручки, ножки, голову и уже способен хорошо уметь шнуровать ботинки. Когда мама говорит, что ребенок в 5 лет, он просто еще маленький, поэтому он это не умеет, по возрастным общим, допустим, нормам, он уже готов к этому. Он готов к тому, чтобы его в 5 лет, в 4-5 лет уже научили шнуровать ботинки. Его нервная система уже подготовлена к этому. Также существуют и, к сожалению, патологии. Например, если у ребенка зрительная и моторная координация не соответствуют возрасту, такие дети требуют более ответственного подхода, да, более расширенного занятия и более тщательного обучения. По общепринятым стандартам, к 6-7 годам заканчивается созревание определенных зон головного мозга, которые отвечают, опять же, за мелкую моторику и развитие речи. Поэтому именно очень важно мелкую моторику развивать в дошкольном возрасте. Как я уже сказала, да, это наш фундамент, это наша основа. Соответственно, развивать мелкую моторику начинают задолго до поступления в школу. Не обязательно, чтобы в 6-7 лет только начали это делать. Это нужно делать с раннего возраста. Например, если это новорожденный малыш, то можно массировать кончики пальцев. Всем известны такие игры, да, как сорока, там ладушки-ладушки. Во все это мы с вами играем с детьми. И это приятная игра, но при этом и развитие мелкой моторики. Мы еще в нашем младенческом возрасте закладываем основу, закладываем базу для успешного обучения в школе. А также родителям необходимо замечать все мелочи в поведении ребенка, в играх и прививать навыки самообслуживания. Например, научить застегивать пуговички, шнуровать обувь, завязывать ленточки, дать, дожать ложку. Все это, естественно, мы с вами делаем в дошкольном возрасте. И развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте является главной и неотъемлемой частью детского развития. Ну, давайте рассмотрим с вами, как же связана мелкая моторика с речевой патологией и с письмом. Одно с другим напрямую связано. Отклонение формирования речи рассматривается как нарушение развития психических функций. Существует категория детей, у которых наблюдается недостаточная сформированность языковых структур. Здесь у детей наручено произношение, развлечение звуков, словарный запас очень маленький. Может быть, недоразвитая связанная речь у детей, опять же, с нормальным интеллектом и с нормальным слухом. То есть, если у ребенка есть нарушение слуха, есть нарушение интеллекта, да, тогда мы можем говорить об определенной патологии. Но если у ребенка с интеллектом и слухом все нормально, то на основе этого мы с вами можем развивать нашу мелкую моторику, соответственно, навыки речи и навыки письма. И, как уже я говорила, что частью развития мелкой моторики является письмо. И письмо является одним из основных навыков для успешного обучения. Допустим, если придя в школу, ребенок может испытывать трудности в написании букв. Большинство детей, сейчас даже по собственному опыту могу сказать, неправильно держат ручку. Сильное напряжение вследствие этого буквы получается писать с большим трудом. Ребенку сложно, появляется напряжение в предплечье и, соответственно, негативное отношение к самим навыкам письма. Как нам уже известно, что письмо напрямую связано с отсутствием или же минимальным развитием мелкой моторики рук у ребенка. Опять же, это говорит о том, что нужно рано начинать развивать мелкую моторику. Не в 6 лет, когда ребенку остался год до школы, или в 7, когда ему уже завтра в школу. Мы начинаем делать это с раннего возраста. Сделать это не обязательно, да, сажать ребенка, писать, рисовать там и так далее. Можно при помощи лепки, рисования, мозаики, конструкторов и так далее. Мы это сегодня тоже с вами рассмотрим. Всем известно, что писать – это очень трудный процесс, который особенно детям дается не очень легко. Важно, чтобы к школе ребенок был подготовлен. Это не обязательно, как я сказала, да, что ребенок должен уметь писать. У ребенка должна быть хорошо развита мелкая моторика рук. И главными помощниками в этом являются родители. Какие же методики у нас существуют для развития мелкой моторики, и что нам с вами, как педагогам, можно использовать для того, чтобы развить мелкую моторику наших обучающихся. Для различной степени развития мелкой моторики рук есть комплекс диагностика. Этот комплекс очень важен, да. И при этом результаты диагностики, их качество тоже очень важно. Для детей должны проводиться следующие упражнения, чтобы оценить, насколько развита мелкая моторика рук. Существует три показателя, да, вы будете… Я сейчас расскажу, как это делать. Будет три показателя. Мелкая моторика развита слабо. Моторика развита средне. Необходимо разработать программы для отстающих детей в момент подготовки к школе, да. И проведенная диагностика говорит о том, что мелкая моторика развита хорошо, но даже если у ребенка развита хорошо мелкая моторика, это не говорит о том, что с ним не нужно заниматься, да. Все равно мелкая моторика, она должна развиваться. Ну, давайте рассмотрим различные упражнения, то, как мы с вами оцениваем и формируем нашу мелкую моторику. Первое – это наша пальчиковая гимнастика, да. Я уже говорила, что в раздаточном материале есть буклет. Он составлен для родителей, вы можете предлагать его родителям. Для того, чтобы они, допустим, занимались дома, можно предлагать, но это не так, что родители посадили, да, ребенка, и он вот делает у него пальчиковую гимнастику. Нет, эти упражнения можно говорить родителям, допустим, вы сидите там в очереди в поликлинику, там, в очереди в какой-то кабинет, и вы можете предлагать это делать с родителями. То есть это не прям такое занятие, а просто упражнение для развития мелкой моторики. Если давайте с вами поговорим о пальчиковой гимнастике, да, пальчиковая гимнастика, она проводится ежедневно, если это группа в саду, да, 3-5 минут в начале какого-либо занятия или в середине, когда дети начинают уставать от какой-либо работы. Какие же правила поведения пальчиковой гимнастики? Занятия мы пальчиковой гимнастикой, да, упражнения не включаем, когда ребенок болен, устал или находится в плохом настроении. Несоблюдение данного правила может надолго отбить все желание заниматься, и такие занятия просто будут неэффективны. И потом ребенок будет негативно относиться к этой пальчиковой гимнастикой. Необходимо исключить все отвлекающие факторы, посторонние разговоры, телефоны, игрушки, да, телефоны, это прямо у нас сейчас для детей, как красная тряпка для быка, и они на них отвлекаются вот прям молниеносно, причем начиная чуть ли не с рождения. Занятия должны носить игровой характер, иначе они просто наскучат ребенку, да. Это такое вот как бы развлечение с эффектом, с полезным эффектом. Продолжительность занятия не должна быть больше 70 минут. Ну, как я уже говорила, да, 3-5 минут – это самое оптимальное время для проведения пальчиковой гимнастики. А какие же общие, как бы, упражнения, какие же общие рекомендации для проведения пальчиковой гимнастики? Это общие рекомендации по упражнениям, которые могут пригодиться, да. Упражнения выполняются для каждой руки сначала поочередно, то есть сначала у нас одна рука, ну, чаще всего это правая, потом левая, а потом для двух рук. Одновременно, если ребенку это трудно, то возможно помогать одной руке другой. После каждого упражнения полезно встряхивать руки. Пальчиковая гимнастика может задействовать и другие части тела, да. Можно придумывать какие-то собственные стишки для упражнений или истории, и тогда ребенку собственная придуманная история, естественно, она будет захватывать его больше, и ему будет интересней выполнять те или иные мероприятия. Но сейчас вот вы видите это упражнение, они представлены вам на слайде. Здесь различные упражнения, это такие вот, как бы, стандартные, логопедические. Для начала проводится разминка пальцев рук, сначала сжимание в кулак и сжимание пальцев, да. В руках можно при этом держать резиновые игрушки, ну, как бы сжимать игрушку, как эспандер, да, таким вот образом. После этого проводят упражнения для расслабления пальцев у кистей рук. Делают упражнения на удержание позы кистей рук. Допустим, зайчик, да, наши ушки вверх, или коза-дереза, наши пальчики вниз, то есть ушки вниз, да. На первом занятии все упражнения выполняются медленно, а педагог или воспитатель должен следить за точностью. То есть здесь у нас не скорость важна, а точность важна. При случае помогать детям принять необходимую позу, поддержать, направить свободной рукой положение другой руки. То есть, как я уже говорила, одна рука может помогать другой. А воспитатель или педагог должен разъяснить все ясно и понятно. Если ребенок что-то недопонял, он должен объяснить еще раз. И при этом необходимо хвалить детей. Со временем упражнения должны становиться сложнее. Упражнения по поддержанию позы могут проводиться на разных уровнях сложности. Да, сначала по поддержанию, а потом уже по речевой инструкции. То есть вы уже голосом, словами объясняете, как должны быть пальцы, и ребенок уже ставит их в ту позу, которую вы проговариваете. Например, воспитатель говорит и показывает, а дети повторяют. Потом только остается словесная инструкция, дети должны воспроизвести все самостоятельно. Упражнения, которые состоят из последовательных движений, делают для развития и улучшения внимания. То есть здесь мы не с вами развиваем не только мелкую моторику рук, но при этом еще у нас развивается наше внимание. Следующий момент – это упражнения «Пальчики поздоровались». В таких упражнениях главным является ритм, ритмическая организация движений. Они оказывают положительное влияние на, опять же, улучшение слуха, зрения и двигательной координации. Смысл этих упражнений заключается в том, что ребенок должен воспроизвести движениями определенный ритмический рисунок. В движении могут быть хлопки, постукивание по столу. Такие занятия выполняются только совместно со взрослым, и ребенок делает это вместе с ребенком. Еще комплекс упражнений желательно разучивать в течение недели, а потом начинается повторение. То есть неделю мы учим, и потом мы повторяем это все. В комплексе имеется несколько упражнений, которые можно сопровождать потешками. Тогда детям будет интересней делать нашу пальчиковую гимнастику. Что же такое потешки? Наверное, это вам всем известно. Это элемент педагогики, песенка или пригору ворка, сопутствующая игре с пальцами, руками и ногами ребенка. Слушая потешку, ребенок должен выполнить определенное движение. Вследствие этого ребенок запоминает потешку и повторяет слова. Затем потешку заучивают и повторяют уже вместе с упражнениями. Еще существуют такие упражнения, как дети показывают, как моют руки, допустим, при этом струя воды может менять свой напор. Допустим, нормальный напор, мы делаем это в среднем темпе. А если медленный напор, то мы делаем это медленнее. Или же быстрый напор, большой напор, то движение быстрее. Эти упражнения выполняют для развития, опять же, кистей пальцев рук. Еще есть такое упражнение, как дети-скульпторы. Оно заключается в том, что дети лепят руку, как будто бы глину. Одна ручка у нас лепит другую. Это является массажем. Они разминают, разгладывают руку и каждый палец. Также можно играть с пальцами, называть их, например, большой палец – это добрый папа, указательность – строгая мама, средний помощник, старший брат и так далее. Также дети могут с усилием давить на воображаемую стену, разглаживать воображаемую поверхность, рисовать ладошками формы, какие-то прямоугольники, квадраты и так далее. Все это тоже будет развивать нашу мелкую моторику. Но при развитии мелкой моторики мы используем не только развитие самой мелкой моторики, мы еще и применяем физкульт-минутки. Физкульт-минутки, всем нашим известны, они играют большую роль при выполнении какой-либо трудоемкой работы. Можно сказать, это несколько минут отдыха. Но зачитывать прям физкульт-минутки я не буду, их большое количество, но просто обратите внимание на то, что их мы тоже применяем на развитии мелкой моторики. Следующее – пальчиковые игры. Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира. В ходе таких игр дети активизируют моторику рук, при этом вырабатывается ловкость, умение управлять движениями. Пальчиковые игры мы все с вами знаем, да, начали применять достаточно давно, и это творческая деятельность. Зачастую это инсценировка каких-либо историй, сказок, которые показывают при помощи пальцев рук. Допустим, сорока-воровка, да, кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала, а этому не дала. Эту потешку, наверное, знают все дети и взрослые. Как малыши на нее реагируют? Ну, взрослые загибают пальчики. Некоторые игры могут занимать обе руки, да, и точно так же мы еще в этот момент можем ориентировать ребенка в пространстве, то есть приучать и обучать тому, где у нас находятся лево и право. А также можно использовать для развития мелкой моторики театр пальчиков, да, или пальчиковый театр, ну, кто как его называет. Обычно такие игры используют как представление в детских садах, на различных развивающих занятиях. На пальчике могут надеваться фигурки животных, людей, они даже есть уже готовые, можно изготовить самому, да, которые сопровождаются текстом, будь то сказка или просто какая-либо история. Тоже дети очень интересуются этим моментом и очень заинтересованы. Также можно еще использовать игры, связанные с развитием мелкой моторики. Какие же игры это могут быть? Например, пальцы на правой руке – это команда ежиков, на левой руке – это команда белочек. Большой палец капитан команды здоровается с остальными участниками, то есть большой палец прикасается с остальными пальцами. Упражнение сначала выполняет, допустим, команда ежиков, затем команда белочек. Через некоторое время упражнение будет уже выполняться одновременно двумя руками. Таким образом, играм вот такого формата обычно уделяют 2 минуты на утренней гимнастике, 2 минуты на прогулке. Важно, чтобы детям не надоедало и при этом нужно следить, чтобы упражнения выполнялись хорошо и качественно. Следующий момент – это графическая работа. Работа в альбомах и тетрадях соответствует лучшей ориентировке. Многие дети не умеют ориентироваться на пространстве листа, не замечают клетки и строчки. Это вот прям большая проблема очень многих детей. Неправильно держат карандаш или ручку. И прежде всего необходимо научить правильной постановке руки и правильному положению тела. То есть гигиена письма должна присутствовать уже на начальных этапах. Следующий момент – для того, чтобы научить ребенка правильно держать ручку, карандаш, необходимо правильно складывать большой палец в щепотку и предлагать ребенку захватывать различные предметы. Например, перекладывать палочки в коробку, перебирать крупу, нанизывать бусинки и так далее. С ребенком желательно собирать мозаики, пирамидки. Можно взять различные коробочки, собирать в них камушки, перематывать клубочки, ниток, завязывать различные узелки. Все это у нас в развитии мелкомоторики и правильная постановка пальцев для письма. Нужно ребенка учить рисовать пальцем, лепить, работать ножницами, учить чертить горизонтальные и вертикальные линии. После этого можно предложить ребенку копировать те или иные фигуры. Учить рисовать различные точки, различные мелкие детали. Рисунки должны быть понятными ребенку, не так, что непонятны какие-то каракули. Он должен понимать, что он рисует. И должны постоянно быть разными, чтобы малыш не потерял интерес. Также хорошо и интересно ребенку будет находить недорисованные фигуры и рисовать их. Предлагаем обводить рисунки или же штриховки, которые развивают нашу мелкомоторику. Следующий момент это рисование. Вот такого вот плана могут быть штриховки наши. Рисование тоже имеет большое значение. В процессе у ребенка формируется, опять же, правильная поза. Учиться регулировать свои движения руки ребенок должен начинать как можно раньше. Произвольно управлять своими движениями. Необходимо сделать так и научить ребенка делать так, чтобы он не напрягал руку и держал ручку свободно. Не зажимал руку, чтобы мышцы не были в напряжении. При рисовании можно использовать штриховку. Чтобы научить ребенка рисовать, можно использовать соединение точек. Всем, наверное, известно. Соедини по точкам, соедини по цифрам или соедини по алфавиту, если ребенок знает алфавит. Для каждого ребенка можно использовать индивидуальный подход. И индивидуальный подход к ребенку можно еще сделать при помощи родителей. Через родителей воздействовать. Вот представлен обведи по точкам. Мы тоже можем предложить с этим работать детям. Также работа с использованием природного материала. Можно научить ребенка изготавливать игрушки из простого природного материала. Здесь у нас представлены элементы лепки. И таким образом природный материал можно использовать такие, как шишки, хвоя, палочки и все, что возможно. Здесь фантазия ваша безграничная. Можно изготавливать различные поделки или игрушки. Еще очень интересно детям такой момент, как театр теней. Во-первых, это затемненная ширма, свет. И детей это очень захватывает. Всем известно, что малыши любят различные представления. Театр теней можно сделать как в учебном заведении, так и дома. На картоне рисуются различные фигурки, красятся в черный цвет. Экран должен быть обтянут белой тканью и подсвечиваться сверху светом и за ним. Играть можно любые сказки, истории, придумывать самим или проигрывать какие-то уже известные сказки детям. Это тоже очень интересно. Обычно дети, посмотрев такой спектакль, хотят поучаствовать уже в нем самостоятельно. А также взрослые могут научить складывать фигурки животных. Наверное, всем известный тоже вот такой вот театр теней. Это тоже у нас в развитии мелкой моторики. Мы ребенку можем объяснить, что при помощи пальчиков, да, и при помощи света и стенки, да, либо какого-то фона, мы с вами можем разыграть вот такие вот сцены и сделать, воспроизвести тех или иных птиц там или животных, или насекомых. Очень полезно и интересно так называемые визи-борды. Наверное, многие из вас их видели. Опять же, их можно сделать своими руками, их можно там заказать на различных сайтах. Тоже очень интересно и полезно для развития мелкой моторики. Поэтому обратите внимание, можно предлагать родителям тоже как такой вариант. Какие же есть рекомендации для развития мелкой моторики? Упражнения можно выстраивать в определенном порядке. Особенно важно отводить внимание для развития пальцев, да. То есть это может быть обведение по трафарету, соединение по точкам, как я уже говорила, рисование, которое состоит из прямых, наклонных и других линий, штриховка. Рисование по форме предметов, напоминающих буквы. Соответственно, письмо самих букв. И повторюсь о том, что каждый ребенок индивидуален и порой не всегда удается те единые занятия сделать, как мы спланировали. Здесь тоже нужно быть мобильным, да, и уметь перестроить свое занятие. Следующее упражнение, следующая методика, о которой я расскажу, это методика из книги «Психологическая готовность к школе». Она называется «Домик». Эта методика представляет собой задание на срисовывание картинки. Это наша диагностика, о которой я говорила в самом начале. Диагностика на развитие мелкой моторики. Эта методика представляет собой задание на срисовывание картинки, как я уже сказала. И она используется для подготовки детей к школе. Целью методики является определить способность ребенка, умение скопировать сложный образец. Здесь рисунок один, да, перед выполнением работы ребенку необходимо рассказать суть ее. Например, попросить его нарисовать точно такую же картинку, не торопясь, не стирая неудавшиеся элементы. В ходе выполнения работы взрослый должен анализировать такие явления, как какой рукой рисует ребенок, как часто смотрит на картинку, интенсивность проводимых линий, отвлекается ли во время работы, сколько задает вопросов, сверяет ли нарисованность с образцом. Проверять работу можно вместе с ребенком, при этом предлагать ему исправить что-либо. И затем мы производим анализ по подсчету баллов. 4 балла – это отсутствие какой-либо детали рисунка. 3 балла дается за каждую увеличенную деталь. И, допустим, 2 балла дается – это неправильно скопированный дым или часть забора. И 1 балл дается за часть скопированных деталей, например, половина забора. Это то, что касаемо методики домик. Следующая еще одна очень тоже интересная и полезная методика – это методика Венгера «Дорожки». Задание направлено на проведение линий, соединяющих разные элементы рисунка. С помощью этой методики можно определить уровень развития точности движений. На рисунке изображены дорожки у одного конца, в которых стоят машины, у другого конца, допустим, дом или гараж. Машина должна проехать по дорожке к дому. Ширина дорожек трудна, но доступна ребенку. Ребенку необходимо соединить линии машины с домом или гаражом, при этом не съехать с дорожки. Результаты анализируются таким образом. Высокий уровень развития мелкой моторики. Если выхода за пределы дорожки отсутствует, карандаш отрывается от листа не более трех раз за дорожку. Низкий результат – это много выходов за пределы дорожки, неровная дорожка, неровная линия, очень слабая, почти невидимая или линия с очень сильным нажимом. Существует большое количество различных методик. Здесь вы можете выбирать для себя ту методику, какая вам удобнее. И эти методики проводят, чтобы оценить зрительное восприятие и координацию. Если мы с вами выявляем какие-то нарушения в зрительной координации, то, естественно, мы должны ее с вами развивать. И развивать мы ее с вами должны при помощи определенных упражнений. К сожалению, очень часто учителя уже в школе начинают замечать, что у ребенка недостаточно развитая мелкая моторика. Что у ребенка наблюдается слабость и неловкость при держании ручки. Почерк может быть неаккуратным, буквы, допустим, неловкие. Ребенок может быть сам скован и напряжен. Это и есть результат неразвитой мелкой моторики рук. Поэтому развивать ее необходимо. Надеюсь, я сегодня донесла до вас этот момент, что это необходимо. И уже давно доказано, что пальчиковая моторика, развитие мелкой моторики улучшает произношение звуков. И наша речь – это наша мелкая моторика. А проведение данных методик должно быть систематичным и регулярным. Не так, что мы провели ее, допустим, в начале января и в конце февраля. Нет, таким образом мы не работаем. Это у нас систематическая работа и регулярная. Она должна быть ненавязчивая, должна проводиться в виде игры, чтобы детям было интересно и занимательно. Дети должны хотеть выполнять упражнения и должны хотеть повторять потешки. Взрослые же со своей стороны должны следить за правильным выполнением упражнения, помогать при неудачах, хвалить при положительном результате, начинать учить детей сначала простым упражнением, а лишь потом вовлекать более сложное. То есть мы идем от простого к сложному. Темп должен быть сначала медленным, затем ускоряемся, следить за работой пальцев рук. А взрослые должны сначала показывать и давать словесную инструкцию. То есть мы показываем, обговариваем это все и только потом приступаем к выполнению упражнений. В здоровье главное обучение и воспитание детей так считали еще древние мыслители и педагоги. Например, как Аристотель. Мы все с вами понимаем, что руки человека очень обладают большими функциями, и они интересны, эти упражнения детям, и полезны. Если говорить о задаче педагога или воспитателя, то главной задачей можно выделить, что им необходимо создать такую атмосферу, которая будет нравиться ребенку, и он будет испытывать удовольствие от занятий. Малышу должно нравиться выполнять какие-то задания, и он уже должен хотеть сам это делать, да, не так, что мы его заставляем. Мы его привлекаем, и он должен вовлекаться в это занятие. При этом немаловажно донести до родителей, что необходимо уделять внимание ребенку и дома. И с самого рождения наша пальчиковая гимнастика, развитие наших пальчиков тоже очень полезно и необходимо. Ну, надеюсь, в общем, в таком формате я вам дала информацию по развитию мелкой моторики. Еще раз повторюсь, есть буклетик, есть возможность скачать презентацию, пересмотреть ее, да. Если есть какие-то вопросы, сейчас я посмотрю во вкладочке «Вопросы». Нет ничего, потому что чат убегает, и не всегда видно вопросы. Так, где-то она ответила. Да, Елена, вот вы говорите о том, что отвечающие за крупную моторику плохо сформированы мышцы. Именно поэтому мы еще и привлекаем наши физкульт-минутки, которые мы тоже должны использовать на своих занятиях. То есть мы формируем не только мелкую моторику, но и нашу крупную моторику. Раиса, ребенок в возрасте 4,5 лет не придает значения закрашиванию простых форм. Отлично называет формы, но не имеет желания их рисовать. О чем это говорит? Знаете, даже вот тут нужно более полно смотреть на ребенка, и почему он это делает. Ну, как бы по тем данным, что вы предоставили, не придает значения закрашиванию форм. Может быть, как-то не так дана инструкция. Может быть, он не понимает, зачем ему это нужно. Ну, вот такой вопрос. Если вы считаете, что это прям большая проблема, то нужно, ну, как бы выражусь таким вот образом, копать немножечко глубже, копать немножечко дальше. Ну, вот, наверное, вопросов больше нет. Если есть вопросы, вот буквально полминутки, пока я листаю наш чат. Ну, вот, я до начала дошла, вопросов пока я больше не вижу. Ну, будем, наверное, потихонечку завершать наш сегодняшний вебинар. Спасибо большое. Надеюсь, информация была интересной и полезной. На что нужно делать уклон при кратковременной памяти? На что нужно делать, какие упражнения нужно делать для развития кратковременной памяти? Ну, могу сказать такой момент. На портале Директ Академии в записях точно есть вебинар по мнемотехникам и развитию памяти. Поэтому приглашаю вас просмотреть его. Вы можете найти по поиску «Мнемотехники и развитие памяти». Для этого есть отдельный вебинар. Вы можете там посмотреть упражнения. Какие пособия есть для оформления диагностики? Смотрите, по пособиям я могу... Сейчас, минутку. По пособиям могу вам порекомендовать следующие пособия. Сейчас я вам их зачитаю. Там есть именно методики, которые можно использовать. Сейчас, минуточку, пожалуйста. Я открою еще разочек. Одно пособие – это книга Петрова «Ловкие ручки». И второе пособие – это психологическая готовность к школе автор Гудкина Нина Иосифовна. Вот это два пособия, которые можно брать. Там очень много методик и использовать эти методики для своих занятий. Ну, смотрите, рекомендации по работе с бизи-бордами здесь таких вот прям конкретных рекомендаций нет. Чаще всего бизи-борды просто находятся в группе и дети с ними занимаются. Татьяна, да, книга «Ловкие ручки» и «Психологическая готовность» Гудкина, только не Будкина, а Гудкина Г, первая гуси. Галина спрашивает, подскажите, пожалуйста, актуальна ли пальчиковая гимнастика для школьников? Да, естественно, особенно если это начальная школа. А тут мы тоже не останавливаемся и развиваем нашу мелкую моторику. Ну, надеюсь, на все вопросы я ответила. По информации постаралась уложиться во время и дать как можно больше. Надеюсь, все было интересно и полезно. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»